Дружной компанией провели капитальный ремонт храмом. Сооружения в одной из колоний региона реконструировали сами осуждённые. Изготовили купола, расписали стены. Оценить результаты их усилий сможете и вы прямо сейчас. Сами реконструировали, сами молятся. Преображение храма Покрова Пресвятой Богородицы в исправительной колонии Иркутского района – дело рук осуждённых. Работы вели аж три года, а началось всё с того, что здесь решили поменять купола и кровлю, которая протекала. Когда начали открывать кровли, мы поняли, что тут надо всё полностью поменять. Всю крышу, потому что с Божьей помощью она стояла. Мы до сих пор понять не можем, как просто вот эта вся тяжесть, как держала это всё. Держала 20 лет, но больше так продолжаться не могло. Решено было делать капитальный ремонт. Укрепили фундамент, внутри помещения установили 12 столбов для надёжности. Заменили перекрытие крыши. Новые купола и винтовую лестницу на колокольню тоже сделали сами. В кузнечном цехе колонии. Основные работы завершили ещё осенью прошлого года. Но до сегодняшнего дня ремонт был неполным. Всё это время росписью храма занимался осуждённый Николай Смирнов. Помимо 18 лет в заключении, у него за плечами успешный опыт участия во всероссийских конкурсах православной иконописи. Один человек знакомый мне как-то сказал, говорит, у меня такое чувство, как бы такое видение, что расписать храм – это как женщине выносить и родить ребёнка. У меня вот как раз 9 месяцев получилась, роспись была. Удалось воссоздать и сцену страшного суда и изобразить покаявшегося благоразумного разбойника у ворот рая. В общем, весьма актуальные мотивы для колонии. Осветить храм планируют на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. Алена Полоненко, новости по будням.